и снова здравствуйте это укрлайф мы продолжаем подводить итоги года гость нашей студии дмитрий ларионович уманец генерал-лейтенант здравствуйте дмитрий ларионович ну и конечно андрей метлёв поможет не говорить на военную тему потому что это конечно ведь ему сержант в отставке и генерал запаса генерал не бывают в отставке запасе ничего себе так ты теперь не будешь задать вопрос я же в отставке мне все что нужно здравствуйте приятно свет на штуре год заканчивается и главный как бы итоги ну вот вам подводить чего бы вы начали лично ваших как бы вот оценки произошедшего за этот год за 2014 год так точно ну я бы начал бы все-таки не из личного потому что сейчас все-таки главная тема это состояние нашего государства вот состояние закупили прежде всего это конечно то что продолжается война будем говорить то-то по-разному но мы давайте будем реалистами что все-таки у нас продолжается война несмотря на так звание затишье перемирия там разного рода еще что-то какие-то слова придумывает но это не так у нас идет реальная война причем с очень мощным противником не явно явно уже не братом не братским народом и прочее прочее все это ушло далекое прошлое и об этом это долго говорить не будем что касается внутреннего состояния опять-таки нашего государства но тоже много проблем вроде бы поменялось правительство вроде бы сменился президент вроде бы извините сменилась верховная рада верховный совет то же время сказать что у нас что-то поменялось очень сложно я не хочу быть обывателем который говорит что большинство народов все-таки сегодня говорит ну большинство людей говорит о том что мало что поменялось многие говорят что вообще ничего не поменялось и так далее и тому подобное я не хочу быть в этом деле экспертом потому что я эту проблему не изучал я просто слышал слушал слушал людей поэтому плохо что вот именно люди так оценивать ситуацию что все таки изменений мало хотя времени промежуток времени прошел уже достаточно немаленький вот если сравнивать как двигались другие страны после всяких кризисов то уже через полгода есть какие-то результаты у нас прошло 9 месяцев но к сожалению реальных вот на сегодняшний день результатов нет кроме продолжения убожества кроме продолжения объединения людей если можно так выразиться пока к сожалению реальных реальных моментов нет но и поближе к вашей аппаратной теме я усматриваю раз мы завели разговор вот подведение итогов то надо же сказать и о причинах почему-то почему да это почему мы так почему показали в таком состоянии я думаю что все таки народ за этот год свое дело сделал народ народ сменил власть бандитов народ поменял президента народ поменял верховный совет но к сожалению вот эти все кого мы поменяли видимо они у них мышление осталось на том уровне на мой взгляд большинство из них не пришли строить новое государство заниматься людьми заниматься государством и так далее поэтому мне хотелось бы чтобы ну хотя бы ближайшее будущее я хотел бы так хотя бы на полгода забежать вперед и хотел бы надеяться что все таки за это время у нас произошли все таки какие-то кардинальные кардинальные так сказать сдвиги и прежде всего чтобы у нас поднялась экономика потому что без этого мы богатеть не будем чтобы у нас я как военный человек безусловно чтобы мы смогли поднять вооруженные силы на должный уровень есть положительный момент я тоже об этом должен сказать что все таки запланировано по крайней мере более 80 миллиардов долларов гривен простите на оборону из них 50 миллиардов насколько мне известно чисто на армию то есть это говорит о том что ну война заставила нас задуматься потому что ни одно государство извините за такие банальные вещи без армии существовать просто не может это мы так думали что мы можем рядом с россией греться там рядом вроде бы нас никто не должен тронуть так спокойно все валили все до самого проде предела и довалили до того что потом воевать но кто мы-то я от него я бы я бы мы валили я же значит андрей тут вы правильный вопрос ставите я ставлю валил валил опять таки не народ народ только сегодня из-за из-за этих всех и всяких пробел у прежде всего руководства государства пожинает плоды и свои своей кровью свои своими жизнями народ вот сейчас отстаивать отстаивать государство там на востоке а внутри своим трудом и сказать что у нас виноват народ ни в коем случае нельзя виноваты руководитель я уже об этом как-то говорил что нам не везет не повезло пока с руководством государства хотя я вижу вы хотите мне задать следующий вопрос на я закончу хотя сказать сказать что виновата вот руководство народ не причем тоже нельзя почему потому что народ избирает весь народ избирает президента верховный совет понимаете ну премьера будем говорить назначают ну тоже избирать большому счету хотя тоже блок сбирают до заблок понимаете то есть тут все воедино поэтому видимо как мое заключение как так сказать гражданина украины что нам нужно чиститься всем вместе но больше всего народ должен сегодня больше так сказать контролировать власть общественность народ в целом меня то единственный оптимизм в том что все таки я надеюсь что по крайней мере в ближайшее время народ не даст власти делать то что не делали раньше дмитрий лауреевич вот прошедший год был очень сложным даже вызовом для наших вооруженных сил и не только вообще в принципе для силового блока там армия пережила там 2 министров бароны 3 даже практически до 3 3 вот сейчас многие говорят о том что мы много добились вот там наша армия стала лучше наши военные стали лучше опытнее вот как вы бы оценили что случилось с армией за этот год и как продолжение вот некоторые аналитики говорят что украинская армия будет готова начать марте наступление полномасштабное на донбассе и освободить и собственно говоря донбасс вот как вы оцениваете это действительно ли армия находится в таком состоянии что мы способны я вам скажу что чтобы сказать что армия сегодня находится в таком уж боеспособном состоянии этого сказать пока преждевременно но то что за полгода не за год люда а за полгода будем говорить мы начали поднимать потихоньку то что произошли большие изменения это однозначно все-таки улучшилась управляемость вот в армии значит поступила немалая часть техники в том числе и тяжелый так сказать на восток для того чтобы защищать свое государство свои границы и свой народ уже до точно нет нет это абсолютно недостаточно я не буду кое-кого пугать я не хочу там говорить как о каких-то тайнах которые скажите хоть одну тайну не хочется мне интересно чтобы не обвинили что я распространяю там это самое но то что вооружение поступает однозначно и тяжелые хорошие вооружение у нас же вооружение было столько что вы себе даже не можете представить у нас же были запасы такие которые были предназначены для третьей мировой войны ну так планировалось мы собирались не жить мире мы собирались все время советский союз собирался с кем-то воевать ну это же правда понимаете конечно поэтому запасы были ну будем говорить так минимум на три округа в украине понимать запасы были они часть которые были выведены из групп германии северной группы войск они конечно частично выведены были на украину потому что в то время же мы же не собирались там сильно там так сказать рассоединяться с россией ну и большая часть выведена в россию аж до урала включительно большая часть но тем не менее у нас осталась большая часть техники я вам скажу больше что если бы мы думали о защите государства свой если бы мы думали о том что нам все-таки нужно содержать вооруженные силы на нормальном уровне вот то у нас достаточно было техники которую можно было советской техники которую можно было содержать модернизировать и она ничуть не уступает той техники которая новая но по некоторым там составляющим можно сравнить даже некоторые образцы том числе что касается и бронетехники в том числе что Что касается особенно противовоздушной обороны, я же офицер-генерал противовоздушной обороны, я вам скажу, что, конечно, нам не надо было снимать с вооружения все комплексы сразу, как вот бац, некоторые руководители решили, что нам не нужны ни 200-е, ни 125-е. Ну, про 75-е говорить не буду, там есть сложности, потому что на жидком топливе ракета, поэтому тут сложнее, а что касается 125-е, что касается 200-е, это комплекс дальнего действия, конечно, надо было оставлять, это как примеры, и другие, и другую технику. Советский Союз сделал неплохую технику, она до сих пор служит, если ее правильно модернизировать, то она еще будет служить очень долго, поверьте мне, есть примеры. А вот можно тут уточняющее, вот многие говорят, что на самом деле на Украине есть столько, в Украине есть столько каких-то складов вот с военным, с оружием, которые даже еще не в состоянии посчитать, что это за оружие, где оно, правда ли это или нет? И второй сразу же вопрос. Ну, я думаю, что это, Людмила, при увлечении, сейчас уже точно разобрались. Посчитали уже. Посчитали, точно посчитали. Более того, сейчас никакая техника никуда не идет, я имею в виду, на учет надлежкового майна, там идет где-то на продажу, все это дело запрещено, и это правильно сделано. Отменены эти директивы, постановы там и прочее, и прочее. И они уже устарели эти постановы Кабмина, которые разрешали реализовывать технику. Сегодня все, по крайней мере, все, что возможно и что необходимо будет использовать на Востоке, все сегодня практически идет в дело. Не очень быстро, потому что, вы же понимаете, модернизировать на это тоже требуется время. Но ту технику, которую можно отремонтировать, обслужить, идет, та частично будет модернизироваться, потому что у нас другого варианта нет. К сожалению, наши друзья, так называемые, которые нам гарантировали безопасность, они нам пока на сегодняшний день ничего лучшего, эффективного не дали. Поэтому мы пока варимся в собственном соку. И, ну, кроме, имеется в виду, каких-то там приборов, бронежилетов, ну, понимаете, это же не оружие. Хотя оно тоже нужно для защиты человека. Какое оружие хотелось бы так, чтобы дали, друзья? Ну, нам, например, на сегодняшний день очень нужно такое оружие, которое поможет нам бороться с танками, противотанковое оружие. Нам сегодня нужны зенитно-ракетные комплексы, потому что мы же не знаем, что завтра задумает Путин, понимаете? Пока, так сказать, мы не особо летаем, оттуда там не летают. Вроде бы, потому что если они оттуда полетят, ну, мир опять-таки восстанет, что это же уже, это же не, это самое. Они попридумывали, что там, допустим, сбили террористы, или кто-то там сбил, ну, помните? Боим, да, Малазийский. А кто сбил? Да. Ну, это же очевидно, кто сбил. До сих пор нет результатов восследования. Для того, чтобы подготовить офицера, оператора на этот комплекс, это требуется очень много времени. Это туда нужно садить не этих бандитов, или же алкоголиков, или же этих наркоманов, понимаете? Эти не собьют точно. Это только так вот. Хотя у наркоманов можно получить. Но они считают, я не знаю, почему не так, они как будто всех считают, что тут дурики какие-то, извините меня за это выражение. Ну, так реально, понимаете? Так же тоже нельзя, что вот все дурики, а мы вот считаем, что сбил кто-то там, но не мы. Явное дело, и это уже подтверждено, что Бух сбил, ихний Бух завезен сюда. Потом, это самое, две ракеты уехало назад, одной ракеты нет, которая сбила. Это все зафиксировано документально, везде было показано. А вот почему воздух закрывали, кстати, последние недели? Очень интересное мнение. А, да, почему не было? Не знаете, аэропорты, Запорожье, Петрозь были закрыты. И все там начинают фантазировать, даже какие-то вывешивают в интернете страсти. Ну, страсти вывешивают, вы знаете. Интересный момент, интересный вопрос. Но, чтобы ответить, я не могу. Предположительно, может, какой-то... Предположительно, ну, я думаю, что, может быть, так сказать, оттуда нагнали техники. Но она и была, эта техника, и они и сейчас ее гонят. Но они гнали в основном бронетехнику, танки, бронетранспортеры, там, БМП, там и прочее. Вот, ну, тут появились, извините за ракеты, комплексы типа БУК, опять-таки. Ну, КРУМУ и трехсотка есть, и та, которая после нас там осталась. Они говорят, сейчас ее приводят в соответствие, модернизируют и прочее. Кроме того, у них же стрелы есть, естественно, иглы там нового образца. И панцирь знаменитый. Вот тоже писали много, вы, наверное, слышали. Нет, а что это такое за панцирь? Ну, опять-таки, ну, это многоканальный комплекс, будем говорить, ближайшие действия. Хуже, чем Бог, в общем. Ну, многофункциональный. Сразу два, ну, есть и ракеты, и пушки на вооружении. Не один, а два сразу. То есть, они как бы из-за этого… Ну, я думаю, ну, это как вариант, не исключается, чтобы все-таки предотвратить какие-то неприятности. Ну, сейчас открываем. Трагически. Ну, я так понял, что уже открыли, в том числе и Запорожье. То есть, переговоры, видимо, на это повлияли как-то, ну, может быть же. Мы же не знаем, что там, 5 часов о чем говорили. Вот в продолжении об оружии, вот в прошлом году, вот, который сейчас заканчивается, мы вообще продавали оружие или нет кому-то? Есть какая-то об этом информация? Мы оружие продавали достаточно много. И в этом году тоже? Слушай, продавали, продаем и будем продавать. Я думаю, что продавалось оно, я не буду, я кое-что знаю, простите, но не буду. Точные там, точные я не знаю, но, в общем-то, примерные цифры, там, примерные данные, что там продавалось, как я знаю, но я говорить об этом не хочу. Прошу примерные фамилии? Да, да, да. Были моменты, потом, где-то месяца три назад, примерно, все это дело было запрещено уже президентом Порошенко. Ну, просто, я почему спрашиваю, потому что, вот, буквально, наверное, месяц, месяц назад появилась информация о том, что Укроборонпром заявил о том, что он получил заказ на полтора миллиарда для производства оружия, на продажу. И вот это заявление меня несколько удивило. И оно цитировалось. Здесь же надо оценивать, что за вооружение, понимаете, может, такое вооружение, которое... Нам не нужно. Сегодня нам, ну, может быть, нельзя сказать, что не нужно, но, простите, мы без него пока можем обойтись, ну, если это решать по-государственному, то продается это оружие, а за эти деньги, эти деньги выкладываются, так сказать, в то оружие, которое нам нужно. Мы можем или закупить, или купить, или модернизировать, понимаете. Разные варианты могут быть. Плохо, что я хочу подчеркнуть такую мысль, как раз она в разрезе нашего разговора, что многие годы Кукерспецэкспорт был же создан для чего? Безусловно, для того, чтобы реализовывать излишки вооружения, в том числе, если работают те образцы вооружения, которые заново промышленностью, так сказать, производились, продавать, вот, деньги в бюджет, но часть денег должны были, должны быть выделены на вооружение, на армию и так далее. Но поверьте мне, за все эти годы, с 96-го года, как эта компания существует, ни одной копейки не было выделено на вооруженные силы. Они сначала все распродали, получили деньги, распределили, ну, между кем и кем, вы знаете, да, догадываетесь. Ну, судя по дорогим машинам, на которых ездят некоторые представители этой отрасли, можно догадаться. Там можете подъехать в любой момент, посмотреть, какие там машины стоят, понимаете? Все кредитные. Поэтому, вот, так вот, вот это, кстати, это не хозяйственная, это не коммерческая структура, это государственная, которая должна работать на государству. Она по сегодняшний день работает на людей, но только своих. А, вот это интересно. Можно позвать вопрос военный, вопрос такой, один он простой, а второй сложный. Простой вопрос, мы все об этом весь год говорили, что все-таки, пока у нас идет АТО, и никакого военного вложения нет в стране, то вроде как даже и военные за это не очень отвечают. Начинают главнокомандующие, которых меняют, и заканчивают просто армией, всеми подразделениями, потому что, ну, антитеррористическая операция, это все-таки еще по названию не война, хотя реально, конечно, это будет столкновение, и, наверное, лучше знаете, что-то происходит. Вот это принципиально решило бы, что на разгляд. И второй вопрос, конечно, посложнее, это о стратегии, но это поговорим отдельно. О стратегии, вот насколько она была неудачная стратегия наших генералов за этот весь истекший, ну, не год, а полгода мы воюем. Итак, первый вопрос по поводу АТО и не АТО. С простого или сложного? Простого. А простого к сложному как положено? Ну, найти от простого к сложному лучше и более правильно. Ну, что касается АТО, конечно, мы не сможем с вами за этот промежуток времени, который вы выделили для меня и для себя, проанализировать то состояние. Ну, многовластие, можно сказать такое вот, что? Но, во всяком случае, раз мы подводим итоги кода, то мы об этом тоже должны сказать. Прежде всего, были большие, я бы сказал, ошибки кадровые. Будем прямо говорить, что вначале мы получили армию и СБУ, и это правда, понимаете, что мы получили, так сказать, не своих, там было очень много не своих людей. Я не хочу их называть предателями, но это правда. Кстати, как подтверждение, я недавно давал там маленькие интервью каналу ЮБР. И там его назвали их фамилии. И они, не называл. Но мне журналистка Татьяна просто вот начала со мной беседовать, а потом говорит, вы знаете, я когда побывала на суде когда там Назарова освобождали. И я послушал некоторых генералов, то мне стало страшно. Я спросил, а почему? Она мне ответила. Я говорю, а со мной не страшно? Она говорит, нет, с вами нет. Ну, когда я на все вопросы ответил, она поняла, что я все-таки чуть-чуть стою на государственных позициях, всегда стоял. А оказывается, что все-таки у нас оказался генералитет, будем говорить про российский. Ну, видимо, дало свое все-таки, как вам сказать, то, что большинство мы служили в советской армии, школа, братские отношения, отношения дружеские, оно так сохранилось. Я не хочу сказать, что я враг тем отношениям, которые у меня были, но для меня лично все-таки интересы своего государства гораздо выше той дружбы, которая у меня была. У меня сейчас друзей в России нет. Мы не пригласили просто. И так далее, и так далее. Ну, разорванные связи. Я этим не огорчен, потому что, еще раз повторяю, меня... За Крым генерал ответил у нас? Вот просто вопрос такой, сразу же, по порядку, что вы. Что касается... За Крым. Кто из генералов ответил за Крым, которые были пророссийские настроены? Нормальный вопрос. Он очень четкий. Значит, за Крым никто не ответил. Все поразбегались, так же, как и правительственные, так сказать, высшие чины, начиная с Януковича, так и все генералы. Кстати, сегодня прошла информация... Это же Змена Родина была, да? По большому счету, разбежали, что это... По большому счету, перешли к друзьям куда-то там, на дачи подмосковные. Это точно Змена Родина. Кстати, сегодня в интернете прошла информация, что генерал-лейтенант Шуляк возглавил подготовку бандитов в Крыму для отправки их на Донбасс. Я не знаю, насколько это правда. Меня шокировало. Это интересно. Я думал, что это... Ну, я прочитал, генерал-лейтенант Сбургенсеев, когда я увидел, что там Шуляк как-то чуть-чуть отошло, потому что, ну, он же все-таки мент, будем говорить. Он командующий... Не войсковой, а не строевой. Внутренними войсками был. Поэтому это... Но это было до АТО. А потом объявили АТО. После Крыма уже объявили АТО. И опять вопрос к генералам и главному командованию. Много, много было проблем, много было вопросов. Прежде всего, я вам прямо говорил и в вашей студии, если Людмила помнит о том, что одна из причин наших неудач это слабая управляемость, слабое руководство, слабое взаимодействие и так далее и тому подобное. Но почему? Разные центры управления или что это было такое? Андрей, не спешите. С самого начала надо было все-таки невзирая на законы и все прочее, потому что нарушают все законы, начиная с наших верхних этих... Это еще бы нам известны общие места. Вот конкретно. Поэтому нам нужно было сразу ставить в угловую угла генеральный штаб. Генеральный штаб. Я хочу в вашей студии сказать, обратиться к руководству, если хотите, если можно, обратиться к президенту с просьбой и с претензией. С претензией, что нельзя таких назначать руководителей, как товарищ Гелетей был, понимаете. И его отвели, он ушел спокойно, живет спокойно, убил своими бездействиями, своими неправильными решениями, убил более тысячи человек или около тысячи и не понес за это ответственность, понимаете. Поэтому вот то, что вы мне задавали вопрос, это тоже... Вот люди же это все знают. Они думают, что у нас забудется, скроется. Этого не будет, как было раньше. Люди должны поднимать этот вопрос до тех пор, пока не понесут ответственность те, кто виноваты в этом Иловайском котле. Когда я почитал эти расследования Сенеченко там, да, возглавлял комиссию, там же все четко, ну не все четко там написано, но там явно просматривается, что это есть виновники, понимаете. Но до сих пор вот эта вся наша вот эта круговерть, которая друг друга покрывает, поэтому у нас такие и результаты, в том числе и в военной сфере. А вот по Иловайскому котлу, на самом деле, вот смотрите, в прошлой Верховной Раде нужно, у нас же очень... Ну пока поспорим. Нет, в прошлой Верховной Раде у нас же была комиссия, которая занималась расследованием вот этим, что случилось там в Иловайском котле. В этой Верховной Раде этой комиссии нет. И пока нигде не написано, что эта комиссия будет вновь создана, или что делает с этой комиссией, или это просто так сойдет на нет. Вот Сенченко говорил, что комиссия продолжит работу, но пока неизвестно, каким образом? Вот что вы думаете по этому поводу? Я хотел бы надеяться. Мне думать здесь, наверное, смысла нет, потому что я не участник непосредственно этих событий, и, как говорят, не депутат. Но я хочу надеяться, что те комбаты и те люди с прогрессивным мышлением не дадут возможности закрыть эти темы. Я хотел бы очень надеяться, потому что, если мы закроем и эту тему, то у нас перспективы нет. Пока мы не научимся привлекать тех людей, которые беспосредним в ответ, ответственные за тот иной процесс, у нас удачи не будет. В привлекательном смысле наказывать их, как минимум, этих людей, которые виноваты. Я об этом и сказал. А мы об этом говорим. Ответственность люди должны чувствовать. Понимаете, они так просто пришел, натворил, ушел, живет спокойно, а за него там отдувается. И вот еще один важный вопрос. Сегодня все-таки Верховная Рада усилила полномочия РНБО, фактически усилив позицию президента Украины. Нас зовем это честно. И теперь РНБО получило право создавать ставку верховного главнокомандующего. И вот тут интересно. Вы не знаете, по этому новому закону теперь секретарь РНБО будет главой ставки или остается президент главой ставки верховного главнокомандующего? И как вы считаете, нужно ли было усиление вот этого органа как РНБО? Если ставка верховного главнокомандующего, значит, есть верховный главнокомандующий. Совершенно правильно. Что у нас президент. Да, но вот из того, что там написано, я вот не хотела уточнить. Не хотел я, чтобы вы мне задали этот вопрос. Поздно. Уже произвучал. Не хотел я, чтобы вы мне задавали этот вопрос. Ну что ж, задали, я обязан ответить. Значит, ну, во-первых, не дай Господь Бог, если, допустим, это каким-то образом повышение связано с тем, чтобы отвести от президента роль верховного главнокомандующего. Не дай Бог. Это первое. Потому что, согласно конституции, верховным главнокомандующим есть президент. Что они там утвердили? Они же первый раз не утвердили. Потом поработали. Вот. И решили, что все-таки надо повысить. Я лично, как военный, считаю, что есть четко выраженные структуры военные, и которые определенные конституции. Верховный главнокомандующий, главнокомандующий вооруженными силами. На мой взгляд, тут надо было определять роль министра обороны. Кто он? Какой он? Я уже говорил. Какой он верховный главнокомандующий? И какой он командующий главнокомандующий? Понимаете? Потому что функции разделены официально, юридически. А вот это вот путаница, понимаете, в какой-то степени она сильно влияла на принятие решений и на ответственность. дает команду верховный главнокомандующий, главнокомандующему. Главнокомандующий уточняет у министра обороны, потому что тот смотрит на того, тот на того, понимаете. Вот это вот, на мой взгляд, катавасия, она продолжается. Теперь еще в эту катавасию получается, что вмешается секретарь РНБО. И начнут опять делить власть и смотреть, кто из них старший. Ну, я так, на бытовом уровне, чтобы понятно было. Очень понятно. Да, понимаете, вмешался еще РНБО. Я думаю, что это, не думаю, что РНБО сможет каким-то образом, будем говорить, повлиять на процессы эффективности использования вооруженных сил. Не думаю. Потому что, еще раз повторяю, есть Верховный, он все отдал распоряжение, подписал директиву, а там, ребята, дорогие, давайте, выполняйте. РНБО у нас всегда было более таким аналитическим органом, который президенту готовил материал, документы, предложения, анализ и прочее, прочее. Как сейчас будет, я пока не читал этих изменений, я не могу конкретно сказать. Если бы я видел вот эти пункты, я мог бы их более детально прокомментировать. В данном случае, извините, в следующий раз. Ну, тогда вернемся к этому вопросу. Потому что только сегодня они приняли это дело. Пока никто еще не видел. Но я думаю, что это тут и ставили Турчинова, Турчинов вернулся туда для того, чтобы получить больше власти. Понимаете? Больше власти. Хотя не хочу быть непорядочным, я бы сказал бы больше, потому что я все-таки в кабинете министров, когда Юлия Владимировна была премьером, проработал два с половиной года военным советником, понимаете, и говорить какие-то отрицательные вещи, хотя я их знаю. Про Юлию Владимировну? Я не хочу, нет, про Турчинова. Про Юлию Владимировну говорить про женщину вообще я не вправе и не могу этого делать. И тем более она умная женщина, достаток, она умнее всех взятых, кто там в Верховной Раде сидит. Но я же это знаю. Просто она допустила к себе много подонков, которые ее сдали, предали. И видите, я не боюсь этого сказать. потому что я тоже немножко знаю. Вот так получилось. Вот поэтому и поддерживал. Я поддерживал именно демократические процессы, настоящие, чтобы поддержать государство, чтобы люди лучше жили. Ну, с хорошими намерениями был, как любой другой человек. Потому что меня спрашивают, что ты вот первую улицу и вторую, и вот толку никакого нет. Я говорю, ну, меня спасает одно, что я был не один. Я был не один, понимаете. это реально. Вот, если еще не дай Господь Бог, тебе что-то придется чиститься, ну, что ж, я в стране не буду. Вопрос-то мой был, который очень важный по-настоящему итог года. Вот вопрос о нашей военной стратегии. Ну, что, генерал, да, это такая карта. Это я на второй вопрос так и не ответил. Вот, мы сейчас к ним подходим. Он сложный вопрос, но проблемный. И такой даже диалектический, я сказал бы, потому что сейчас перемирие же у нас идет, вроде как война продолжается, уже противоречие. То есть, о военной стратегии и о главных, может даже не ошибках, а перспективах того, может ли там что-то измениться? Как воевать дальше нам с точки зрения именно вот генерала? Сейчас, вы знаете, наверное, не будем уже говорить об истории, мы достаточно немало говорили, но об истории, буквально, которая там полгода назад была, совсем, так сказать, недалекая история. О нашей военной истории. Наша жизнь, да. Поэтому, было допущено много всяких моментов и здесь виноватых искать тоже непросто, потому что армия была доведена практически до ручки. Я, например, никогда не забуду, меня до сих пор, как я вспоминаю, слезы на глазах стоят, когда я видел, как выезжала, видите, как чувство срабатывает, 95-я бригада 8-го марта, как они выезжали, абсолютно неподготовленные, будем говорить, к войне, я имею в виду, не обеспеченные, и тем не менее, на фронт выезжали, да. И вот 9 месяцев они уже там стоят, 9 месяцев. Вот. И говорить о том, что кого-то там критиковать нельзя. Все-таки нужно прямо сказать, что за этот год наша армия сумела, прежде всего армия, безусловно, батальоны большую роль сыграли, вот. И национальная гвардия, тоже нельзя исключать этот момент. но то, что мы все-таки смогли противостоять, смогли, так сказать, стрелять своего врага, это уже много, потому что, если бы мы повели себя так, как Крыму, не дай Бог, вы же понимаете, да, то уже мы, я не знаю, где был бы Путин. Вот. Поэтому сейчас он понимает тоже, что мы дальше будем сопротивляться, мы дальше будем наращивать свои усилия, и хотелось бы, чтобы командование сегодня и государственные деятели понимали, что действительно самый главный атрибут сегодня это все-таки армия. Это ВПК, это армия, а это, кстати, все повязано. Мы не проиграем, потому что ВПК это рабочие места, это зарплаты и так далее, и тому подобное. все повязано, понимаете. Россия, видите, живет за счет чего? В основном за счет ВПК, потому что... То есть, то, что, Людмила, наступление в марте вы не скучаете? Встретегическое? Что касается, нет. Что касается перспективы, стратегии и так далее. Дело в том, что стратегия определяется, так сказать, исходя из той ситуации, из той обстановки, которая есть на сегодняшний день. Сегодня видно, что противник тактику меняет. Это очевидно. Как он ее меняет сразу? Говорите, Тактика меняется, ну, допустим, были же... Стрельба была практически каждый день, перемирия не было, пуля ли там, так сказать, постоянно и так далее, и тому подобное. А сейчас? Сейчас все-таки главный упор, я думаю, будет делаться на диверсии, на создание мобильных диверсионно-разведовательных групп, которые будут уничтожать точечно наши боевые порядки, будут пытаться уничтожать, чтобы не, допустим, не пугать мир ракетами, там, градами и прочим-прочим. Вот это может такое изменение тактики быть однозначно. Они уже к этому пришли. Я предлагал как-то вариант, но уже наши, мне кажется, уже задумались тоже. Почему наши разведно-диверсионные группы не работают таким же образом? Почему наши разведно-диверсионные если идет война, ударные группы, небольшие, но вооруженные до зубов, оснащенные, не работают в Ростове, на Дону? Я не боюсь этого сказать. Я не говорю про метро в Москве, я не говорю про там это самое. Я говорю, раз идет война, то надо же противника уничтожать еще в зародыши, а не уже на своей территории или когда он стреляет по нам. Понимаете? Я уже не говорю о том, что мы прозевали, так сказать, на границу, ведь все же можно было, если думали правильно, то все-таки перекрыть можно было первоначальную границу, чтобы не дать возможности захватить, допустим, Донецк и Луганск. Если бы думать стратегически, как вы сказали. Не, ну стратегия или тактика вот ваша, да, вы говорите, что я не боюсь сказать то, что там на территории Ростова-на-Дону, правильно понял, да? Да. Могут работать наши, вот чьи-то наши, военные, да, украинские диверсионные группы. Вот расшифруйте, что это значит вообще? Я расшифровывать не собираюсь. Так, что вот как все поняли, это все вот так, как я сказал, так и надо понимать. Это я говорю как военный человек, понимаете? Это мое мнение, это же я не беру как учетное мнение. Не, оно интересное, да, мнение такое. Мнение вот такое, если идет война, значит, они используют все формы, все методы, понимаете, начиная с диверсии, с диверсии, так сказать, по телевизору, да, до диверсии, так сказать, ну вот мост в Мариуполе, выдуманная диверсия российских диверсионных групп, что взорвали мост, куда идут, ну безусловно, из Донбасса, идут же они на это, да, идут же они на это. А кто они, еще же не доказано, кто? У меня вот другое мнение на счет, что там просто конкуренция между олигархами. Я не буду утверждать, что там российский солдат, но то, что это все делается под руководством России, то в этом нет никаких сомнений. Ну и вот все-таки вопрос, как вы считаете, возможно ли наступление украинской армии в марте? И возможно ли оно, если российские войска там останутся, или оно возможно, если возможно, только в том случае, если российские войска туда уйдут? Готова ли украинская армия к этому? Ну, начнем с второго. Значит, дело в том, что если бы там не было российской армии, то я вам гарантирую, что могло и не быть Иловайского котла. Я не буду так сильно ее характеризовать, потому что там действительно вместо того, чтобы изучить обстановку, вместо того, чтобы подготовиться, вместо того, чтобы быть готовым к противодействию противника, мы проводили парад. Они это все использовали и ударили и уничтожили около тысячи человек, будем говорить. Это преступление. То, что это наши организовали, это преступники однозначно и бесповоротно. Вот, что касается перспективных действий, ну, меня сегодня нет сомнений в том, что если бы там не было российских войск, они для чего и держат там свои войска, для чего? И на границе, и внутри, там где-то около 10 или 8 тысяч человек. Для чего? Они понимают, что если они оттуда уйдут, то мы, в принципе, там, я не могу так точно сроки назвать, но, в общем-то, в течение двух недель можно с ними расправиться. только единственное, что тут уже нужно опять-таки тактику менять, потому что мы же тяжелой техникой в городе, чтобы выбить этих бандитов, не можем воевать, да? Тут опять-таки нужны подготовленные спецотряды, спецвойска, которые смогут эту задачу решать. Понимаете? Тут же, в зависимости, где ведутся боевые действия, там и тактика, соответственно, должна быть. Поэтому, на мой взгляд, Россия и держит, чтобы не дать возможности нам выпихнуть этих бандитов туда, к ним, чтобы они там порядок наводили. Они там тоже могут навести порядок еще со временем, кто его знает. Вот. Что касается весны, ну, я бы не хотел бы так пока далеко заглядывать и давать какие-то однозначные советы. Нужно смотреть как себя поведет Россия первый фактор, потому что все-таки в России тоже начинаются события не очень хорошие и в том числе для Путина. Ну, вы же знаете, рубль падает, все, нефть, прочее, 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 прочее. А Россия живет за счет чего? За счет энергии, так сказать, носителей и больше ничего. Поэтому первый фактор это надо смотреть, как как Россия себя будет вести. Если она все-таки одумается, отведет, это один вариант. Если там войска останутся российские, это второй вариант. Это уже надо будет анализировать, понимаете? Это надо будет считать, сколько их войск, сколько наших войск. Потому что, чтобы наносить удар, ну, это надо хотя бы полтора-два раза быть мощнее, чем... во-вторых, но третий, все-таки, вы же понимаете, что Россия ядерная держава, что у них в голове, как если мы начнем наступать и, так сказать, выпихивать их, бандитов, на их территорию, как они себя поведут. А вот интересно, у нас был бывший начальник военной разведки Грузии, который сейчас тренирует вот наших ребят, в зоне АТО и сам ВАЁ, буквально несколько дней назад, и он сказал, вот его позиция, что силы сейчас украинцев и силы россиян на Донбассе равны. Если бы Путин был сильнее, он бы пошел дальше. Вот вы согласны с этим или нет? И поэтому он считает, что возможно контрнаступление, но очень осторожно и при определенных условиях. Ну, я с этим не согласен, потому что все-таки ресурсы наши и ресурсы Путина пока не соизмеримы, потому что во-первых... Именно там на Донбассе имеется в виду. Ну, и на Донбассе тоже, потому что примерно по количеству может быть силы равные, но все-таки техника разная у нас и у них. Это серьезно. Вы вспомните Грузию, как это было, флот и так далее. Это же все очень... Раз, фактор. Второй фактор то, что все-таки резерв у них пока больше. В любой момент они могут подтянуть войска чуть ли не с Дальнего Востока. Ну, я вот немножко привлечу. У них есть еще и Кантемировская дивизия, и другие. Подмосковье она насыщена войсками это я знаю. Поэтому здесь так заявлять категорически я бы не стал. Ну, и последний ваш прогноз на следующий год. Как всегда. Традиционно. Ну, конечно. Как всегда прогнозы. Я гороскопы читаю. Военные гороскопы? Читаю нет. Есть там разные гороскопы? Да. И читаю тех аналитиков немножко. Читаю тех политологов и так далее. Там подобные как гражданин Украины. Но что касается перспективы учитывая то, что все-таки Путин забрал у нас Крым. Учитывая то, что все-таки Путин пошел будем говорить войной против Украины. Значит Россия будет делать все, чтобы все-таки всеми как говорят извините фибрами души каким-то образом Украину удержать возле себя. Чтобы Украина не пошла в ЕС и тем более в НАТО. Будут все предпринимать меры для того, чтобы ну я уже не беру дипломатию это само собой. Будут разного рода провокации это тоже смена тактики и так далее. Будут нас каким-то образом слово нехорошее но они так делают дурить обманывать там и прочее все применять для того, чтобы каким-то образом нас удержать. Ведь 23 года они над нами практически издевались они нас приручили они нас вроде лелели называли братьями там и прочее 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 а сами то против нас практически вели уже информационную войну и не зря же говорят и в СБУ и в армии и в милиции на предприятиях ведь много очень было их людей то есть они готовились к этому мероприятию очень давно так может Янукович шпион был просто российский завербован я вам скажу я не знаю насколько он там шпион был президент но то что он враг Украины народа то это однозначно вместе со своими сыновьями Вы в этом сомневаетесь? Нет Это надо еще разбираться это можно уточнять а насчет то что он сделал с народом это да и 23 года Россия как бы там издевалась они могут понять как свои олигархов там как-то десяточка берется сразу поэтому уехала за границу поэтому вот учитывая вот эти факторы учитывая эти факторы я уверен что верить России нельзя ни в коем случае и нужно себя настраивать разве говорите в перспективе на то что мы должны наши люди сейчас поприходили точнее должны быть это самое они все умные правильно те кто пришли к власти президент умный должен быть премьер умный да и те кто были не глупые тоже ну тут есть особенности да не будем это правда но ведь умные они должны значит быть умнее чем там я так считаю давайте посмотрим может они действительно выведут Украину я так буду рад спасибо я ко всем национальностям отношусь очень хорошо но к национальностям к людям а к нелюдям плохо спасибо вам огромное это был Дмитрий Уманец генерал-лейтенант мы подводили итоги года спасибо вам огромное оставайтесь с нами уже скоро ждем нового гостя а вам спасибо Дмитрий Ларионович спасибо всего хорошего до свидания до свидания Дмитрий Ларионович